Губернатор Самарской области Новый аэропорт Курумыч, один из лучших в России. Отремонтировано и построено с нуля более 180 километров дорог. Приведены в порядок более 320 внутриквартальных проездов. В результате доля дорог в регионе, соответствующих нормативам, увеличилась до 40%. В следующем году на строительство новых магистралей только в Самаре направят рекордную сумму – 8,5 миллиардов рублей. Это в 20 раз больше, чем 4 года назад. Особое внимание всему комплексу дорог рядом со строительством, со стадионом Самар-арена или Космос-арена. Там очень высокая планка по качеству работ должна быть. Нам надо соответствовать масштабу предстоящего события. Все должно быть абсолютно мирового уровня. Абсолютно. Мы будем там придираться к каждому соринке и, может, песчанке или как правильно это сказать. Мы будем и дальше уже встречать требования по качеству. И полноценные работы всего, всего подчеркиваю, дорожного покрытия только за счет бывших подрядчиков. Особенно отметил губернатор в послании предприятия аэрокосмического комплекса. Они справились с задачами, стоящими перед ними в связи со строительством космодрома «Восточный». Прогресс удачно завершил программу запусков. Сегодня он имеет самую многочисленную за всю свою историю орбитальную группировку спутников. Такого количества космических аппаратов не было и при СССР. А ведь 10-15 лет назад их число было критически мало. Крупнейший за последние 20 лет и важнейший для страны заказ выполняет ОАО «Кузнецов». Моторостроители значительно увеличивают выпуск продукции. Да и в целом все предприятия оборонно-промышленного комплекса повысили в этом году объемы производства на 18%. Такого тоже, понятно, ранее последние 25 лет не было. Руководитель области выделил и завод «Авиакор», который выполняет крупный заказ по ремонту стратегических бомбардировщиков. Мощный рывок в развитии совершили «Тяжмаш», «Металист Самара», «Салют», «Авиагрегат» и другие предприятия. В своем послании губернатор обратил внимание и на систему ЖКХ, в частности на работу управляющих компаний. В ближайшее время несколько фирм лишат лицензии. Глава региона заметил, есть случаи, когда вместо недобросовестной организации появляется другая, с похожим названием, составом учредителей и принципами работы. Правоохранительные органы должны взять ситуацию под контроль. Людей, запятнавших себя, нельзя на пушечный выстрел подпускать к управлению ЖКХ, заявил губернатор. Только треть управляющих компаний в Самаре перешли на прозрачные транзитные счета, расчеты, точнее, с поставщиками ресурсов. Остальные, как раньше, собирают деньги в общий котел, так и сегодня. Олег Борисович, мы эту тему с вами обсуждали, вы взяли на себя, мы на вас очень сильно рассчитываем. И я думаю, этот вопрос в этом году, не в этом даже году, к лету, к новому отопительному сезону, мы должны в полном объеме решить. Еще одна важная тема – строительство. По объему введенного в эксплуатацию жилья, область впервые преодолела показатель в 2 миллиона квадратных метров. Такого в регионе никогда не было, даже в годы создания автограда. В ходе послания Николай Меркушкин коснулся темы предстоящих в сентябре следующего года выборов в Государственную и Губернскую думы. Мы должны добиться существенно значимого увеличения политического веса в Самарской области. Я хотел бы, чтобы это услышали все. Тут есть разные люди, с разными намерениями, с разными планами. Нам, конечно, здесь нужен консенсус. Мы должны подтвердить недавно заработанный статус политического опорного края России. А для этого нужна единство, наша сплоченность вокруг тех целей и ценностей, которые отстаивает наш президент Владимир Иванович Путин. Необходимо активное и сознательное участие граждан в процессе выдвижения кандидатов и максимальная явка на избирательный участок. Наиболее важные темы и актуальные вопросы послания губернатора прокомментировали представители власти и общественности. В целом, отметили они, послание оставило позитивное впечатление и продемонстрировало большие перспективы региона. Город должен соответствовать масштабу тех перемен, которые предстоят в нашем регионе. Для меня, конечно, на первом месте стоят вопросы ЖКХ. В этом году сделано немало. Губернатор отметил в своем докладе. Но, тем не менее, мы должны добиться того, чтобы любая просьба жителей решалась в течение одного-двух дней. Мы запланировали введение электронной системы обработки обращений граждан. Мы ее обязательно реализуем в первом квартале. Далее мы добьемся того, чтобы управляющие компании были согласованы при назначении на должности с главами районных администрации. Это повысит управляемость. Мы уже приняли решение о том, что будет создаваться единорасчетный центр для обработки коммунальных платежей, о чем говорил Николай Иванович в своем послании, о расщеплении платежей. Далее меня очень обрадовали слова, что город в следующем году получит более 8 миллиардов рублей. Я напомню, что мы подготовили проектно-смертную документацию на 5,2 миллиарда рублей. Это ремонт 26 дорог Самары. Посмотрите, как звучала сегодня Сабарская область, да? И в развитии экономики, и в развитии промышленности звучали вопросы, связанные и с развитием спорта. И мы занимаем отчасти лидирующие позиции. Это же очень хорошо. По здравоохранению у нас, посмотрите, достраивается центр кардиохирургический, строятся еще несколько объектов. Что касается образования, посмотрите, впервые мы сдали там 2-3 школы, на следующий год их будет гораздо больше. Мы строим центры для одаренных людей, это очень важно. И самое главное показательное, что в нашу область сейчас уже больше приехало, меньше уехало медалистов. Это говорит о стабильности в области. Важной темой затронутой были организации местного самоуправления в районах. И поставлены определенные задачи губернаторам. И перед депутатским корпусом поставлена огромная задача. То, что они должны сделать, как они должны наполнять бюджет районов, как они должны работать и как больше должны работать с населением. Он очень правильно сделал акценты. Нам не нужно сегодня раскалывать общество. Сегодняшнее послание открывает нам хорошие перспективы. И мы видим те опорные точки, на которых надо сосредоточиться. Красной нитью через весь бюджет, через весь доклад проходит красная забота о гражданах Самарской области. И культурные, и спортивные центры, и дороги, и, на самом главном, стоимость жилья. Конечно, политическая ситуация, которая сегодня в Самарской губернии, она мешает, очень даже мешает созиданию. И он показал, что только в единстве, в консолидации общества, можно развивать Самарскую губернию.